Привет всем. Да, это так. Вы можете принимать пробиотики во время или после лечения антибиотиками. Лучше будет даже, если будете принимать не во время или после, но во время и некоторый период после тоже. На самом деле некоторые врачи рекомендуют поступать именно так. Почему пробиотики полезны при лечении антибиотиками, тогда и при каком их приеме больше всего пользы, я и хочу рассказать. Если у вас бактериальная инфекция, воспалительный процесс носоглотки, вне больничной пневмонии или инфекции мягчеводящих путей и так далее, врач назначит антибиотики. Цель назначения – уничтожение вредных, мы говорим, патогенных бактерий, которые вызвали заболевание. Но антибиотики не различают вредные и полезные бактерии в кишечнике, которые составляют ваш кишечный микробиом. Как результат, вы будете вылечены от заболевания, но у вас может нарушиться количество и баланс полезных бактерий в кишечнике. Заболеет кишечный микробиом. В результате вы рискуете заболеть ожирением, диабетом, воспалительными болезнями кишечника, другими системными болезнями соединительной ткани. У вас могут даже наступить изменения в психической сфере. Развится та же депрессия. Я даже не говорю об опасности антибиотик ассоциированной диареи, которая донимает частым приглашением в туалет с водянистым стулом и с пастическими болями в животе. Чтобы риски обезопасить, стоит во время и после лечения антибиотиками принимать пробиотики. Этим вы устраните негативные эффекты антибиотиков и защитите свой кишечный микробиом от их действия на него. Пробиотики – живые микроорганизмы. Они не только безопасны в приеме, но и через поддержание кишечного микробиома укрепляют ваше здоровье и повышают устойчивость к действию вредных бактерий. Пробиотики можно принимать в виде лекарственных препаратов, пищевых добавок, а также ферментированных продуктов – тех же йогурта, квашеных овощей и фруктов, чайного гриба, корейской кимчи. Пробиотики надо начинать принимать в один день с началом лечения антибиотиками. Чтобы антибиотики не убили бактерии в пробиотике, принимайте его спустя 2 часа после того, как приняли антибиотики. Продолжайте принимать пробиотики по крайней мере в течение 2 недель после завершения лечения антибиотиками, чтобы вернуть кишечный микробиом к норме. Включайте в свой пищевой рацион на регулярной основе ферментированные продукты, которые богаты на полезные микроорганизмы и при прочих равных условиях ваше здоровье будет только вырастать. Удачи вам! Продолжение следует...